Добрый день! В эфире новости «Центральный регион». О главных событиях за неделю из жизни Минской области расскажем мы, Ольга Медведев и Сергей Луговский. Итак, смотрите, сегодня в программе. Осенний агросезон. Цифрах, вкусах и настроении. Какими фруктово-ягодными новинками нас порадуют сахарные комбинаты. И какой скарп презентовали на празднике Большой Сковороды в Самохваловичах. Проверка аварийных служб к морозному сезону. Масштабные учения МЧС под Слуцком. Увидим, как отрабатывают экстренные ситуации. И теплый семейный марафон. Неделю родительской любви впервые отпраздновали белорусы. А кульминацией стал День Отца. Сельхозорганизации Центрального региона увеличивают темпы осеннеполевых работ. Один из акцентов на сахарной свекле. Урожай сладких корнеплодов по стране составит 5 миллионов тонн. Этого хватит для полной загрузки четырех предприятий-переработчиков. А значит, такого продукта, как сахар, будет достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта. Активный в эти дни аграрий Несыжского района. Здесь хорошая урожайность до 800 центнеров с гектара, а также высокое качество продукции. Городейский сахарный комбинат всегда радует потребителей фруктово-ягодными новинками. О том, как сырье с полей превращается в популярную, оригинальную и даже стильную продукцию, Алексей Кондратенко. Комбайн для уборки сахарной свеклы задействуют только один раз в год, но очень интенсивно. Сегодня в полях агрокомбината СНОВ он буквально круглосуточно. Два механизатора работают по 12 часов. Уборку корнеплодов здесь начали позднее обычного. Жара в августе притормозила их рост. За сентябрь же свекла набрала нужный сок и сахаристость. В итоге получили в среднем 800 центнеров с гектара. Один из самых высоких результатов в Минской области. Даже при всех немалых издержках, а это семена, удобрения, средства защиты растений, топливо, выращивать сахарную свеклу выгодно. К примеру, здесь у агрокомбината СНОВ рентабельность этой культуры более 60%. Даже с учетом подорожания удобрений и цены на семена, вся технология, которая закладывается, закладывается для получения максимальной прибыли. Поэтому на сегодняшний день средняя сахаристость в нашем хозяйстве на данный момент 17%. Убрано 185 гектаров. Государству сдали на сахарный завод 15 тысяч тонн сахарных корнеплодов. СНОВ – один из многочисленных поставщиков сырья для городейского сахарного комбината. К слову, свеклу в Несвежский район в эти дни привозят из четырех областей страны. Проверку качества корнеплодов в лаборатории проводят анонимно. Без названий сельхозпредприятий. Это важно, ведь в итоге роботы и компьютер дают самую объективную оценку. Свои ноу-хау у предприятия и при подаче сырья на чистку и переработку. Что такое сухая подача? Это здесь получается экономия воды и бережное отношение к корнеплодам. Минимизируются потери, это порядка 0,1-0,2% те, которые были до ввода в эксплуатацию транспортера сухой подачи. Планируется более миллиона тонн в чистом весе. Если сравнить с прошлым годом, это больше, чем на 100 тысяч. Ну и на текущий период тоже у нас заготовка и переработка идет на 100 тысяч с опережением. Продукция из плодов и ягод – еще одно направление работы городейского комбината. В сутки здесь перерабатывают 70 тонн яблок. Сырье от разных производителей и владельцев частных подворий. Асептическое консервирование – это заготовка пюре в мешки по 200 килограмм. Это является самым важным этапом переработки яблока для того, чтобы заготовить яблоко на целый год, на будущий урожай. Чтобы мы могли работать в течение 12 месяцев непрерывно. При этом в городе знают, как рационально использовать богатый кисло-сладкий урожай. У кондитеров из разных стран ценятся, к примеру, термостойкие фруктовые начинки. Появилась в производстве и новинка для кафе и ресторанов. Здесь мы производим повидло, подварки и также вопросы, которые направлены на импортозамещение. В текущем году мы разработали новый вид продукции. Топпинги, которые сегодня вводили за пределы нашей страны. Этот вид продукции активно используется в различных ресторанном бизнесе и для хорики. Мы активно сейчас работаем на экспорт. 600 тонн продукции фруктовые мы реализуем за пределы нашей страны. Это в основном потребители России и Казахстана. Новые контракты на поставку фруктово-ягодных наполнителей у городейского сахарного комбината и с белорусскими переработчиками молока. Всего же у предприятия из Несвежского района 10 видов продукции и 130 ее наименований. А солидный урожай свеклы гарантирует и стабильный выпуск основного и традиционного товара. В планах этого сезона произвести около 150 тысяч тонн сахара. Алексей Кондратенко и Юрий Сахадзе. Новости. Центральный регион. А сейчас предлагаю отправиться в Самохваловичи и увидеть самый настоящий картофельный скарт. Его презентовали во время традиционного праздника большой сковороды. Ее диаметр, кстати, 3 метра. На этот раз основным блюдом стал картофель по-деревенски. Чтобы приготовить 200 килограммов, потребовалось 30 литров масла и 12 килограммов соли. Дегустировать можно было не только наш второй хлеб, но и многочисленные сорта яблок, груш. Сам же фестиваль ярмарка – это еще и возможность приобрести саженцы. Семена и плоды лучшей белорусской селекции, а также напрямую получить рекомендации от ученых. Мы должны сегодня обеспечить население плодовочной продукцией, заложить стабилизационные фонды, чтобы нам хватило до нового урожая. По картофелю более 80% – это белорусские сорта. Они, значит, востребованы. Они востребованы не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Поэтому та работа, которая проводится Академией наук, она огромная, заслуживает большое уважение. Ежегодно наш науксо-профильский центр создает как минимум один новый сорт. Этот сорт чем-то превосходит существующие сорта. Это и урожайность, это и устойчивость. И в какой-то степени это и более улучшенные вкусовые качества. В настоящее время необходимо, чтобы сорта были не только столовые, но и большое внимание уделяем сортам для переработки. В картофельном реестре Беларуси 189 сортов, из них 55 – белорусской селекции. На испытаниях сейчас 6 сортов, среди которых, например, водор, сапфир, десятка. Для максимально оперативной ликвидации последствий техногенных происшествий, а также природных катаклизмов. Подразделения Минского областного управления МЧС провели масштабное учение под Слуцком. И тем самым проверили готовность всех аварийных служб района к морозному сезону. Огненные бойцы совместно со специалистами лесного хозяйства, ГАИ, газовой службой и медиками отработали план действий во время экстренных ситуаций. Помощь пострадавшим, ликвидация последствий ураганов, ДТП и аварий на промышленных объектах. Илья Светков наблюдал за прохождением испытаний. МЧС Минской области Затем за дело берутся сотрудники Слуцкого лесхоза. Обученные специалисты регулярно выезжают на помощь пожарным подразделениям. Их задача разобраться с древесиной, распилить и устранить фитровал. При таком завалах деревьев, павших деревьев, производится оперативная бригада. Раскрыжевка непосредственно на трактор подъезжает с тележкой погрузочно-разгрузочной. Погружает деревья, увозит и в таких случаях так и действует. По легенде, из-за плохой видимости на трассе произошло ДТП. Легковушка столкнулась с бензовозом. Результат аварии – условное загорание цистерны. Спасатели локализовали открытый огонь, ликвидировали возгорание и оперативно деблокировали пострадавших. Им оказали первую помощь и передали медикам. Прямо на месте оперативно разворачивается штаб по чрезвычайной ситуации. Здесь специалисты всех аварийных служб вместе отрабатывают общий план действий, согласно которому они работают и ликвидируют последствия МЧС. При прохождении в 2013 году Хавьера, в 2016 году Даниэлы, Слуцкий район, как и многие другие в Минской области, был подвержен. Были здесь и снежные заметы, и приходилось оказывать помощь пострадавшим, деревья разбирать, очищать дорожное полосное, обогревать людей. Вот это мы сейчас и отрабатываем в преддверии зимнего периода. Вторая площадка для боевого развертывания – прибрежная зона водохранилища Рудня. К отработке возможных последствий природных катаклизмов подошли комплексно. По легенде, сначала на водохранилище попал воду рыбак. Его быстро достали на берег подразделения ближайшей спасательной станции. Затем все силы перебросили на подсыпку и укрепление берегов с жилыми домами. Уровень воды резко поднялся из-за сильных осадков. Мы отрабатываем водную на водохранилище Рудня. Оно самое поводкоопасное сооружение в районе. Делается на этом сооружении параллельно реконструкция сооружений поводкового водосброса. И также наши предприятия прекрасно понимают, что нужно делать, в какой ситуации, какие сооружения необходимо регулировать для пропуска вод в палатковый период. Подобное масштабное учение – лучший способ наладить эффективное взаимодействие между подразделениями МЧС и другими аварийными службами на местах. Спасатели также проведут совещание с представителями администрации всех районов Минской области и дадут необходимые рекомендации по подготовке к безопасному зимнему сезону. Илья Цветков и Иван Мартынович. Новости. Центральный регион. Поймать волну и приручить ее под силу юным судомоделистам из Вилейского района. На первенстве «Золотая осень» среди коллег из Минска, Бреста и Нижнего Новгорода команда «Вилия» взяла серебро. Не менее весомые личные награды воспитанников Чурленской школы. Лоцманский катер, рыболовный траулер, пассажирский лайнер или старинное парусное судно. Свой мини-флот создают скрупулезно. От простого к сложному. От бумажного кораблика к скоростному катеру. Судомоделированию в Чурленской школе учится 5 лет. Морской транспорт здесь не музейный. Экспонат с моделями соревнуется. Технический спорт, как и профессиональный, воспитывает стойкость и закаляет характер. Александра Гойтен подключилась к титулованным спортсменам и попробовала укротить волну. В этом необычном классе под потолком парят самолеты, а за школьной партой пришвартовались корабли. Воздушный морской транспорт, конечно, в формате менее, но копии своих прототипов. Сложные конструкции кропотливо мастерят сами школьники. Команда «Вилия». Отмечай по 80 миллиметров две заготовочки. И разрезаешь пополам. Так. Может помочь надо? Кира? Все получается? Хорошо. Егор Кулинкович уже титулованный судомоделист. Кандидат в мастера спорта. Техническое мышление и умелые руки сделали чемпионом Беларуси. Его победоносное судно авторское. Тут важна не внешняя привлекательность, а текст с мотором и элементами охлаждения. Очень важна электроника, потому что модели испытывают колоссальные перегрузки. Электроники в основном хватает только на два сезона. Артем Антипов также профи в судомодельном спорте. На недавнем чемпионате Беларуси «Золотая осень» его катер с электродвигателем взял бронзу в личном зачете. На эту модель конкретно она еще не совсем доработана, но пока что у меня на нее ушло полтора года. Звучит, что много, а на самом деле это сложно. Корпус сделан из стеклоткани. Внутри есть утяжелители, регулятор, аккумулятор, мотор, серверная машинка, винт, руль и приемник закреплен. Над моделью это очень сложно работать. Поэтому не каждый ребенок может. Тем более, что мы находимся в сельской местности, детей не столь много, в отличие от города, где большой выбор и энтузиазма, и возможностей. Поэтому у нас такое направление больше скоростные радиоуправляемые яхты. Лоцманский катер, рыболовный траулер, пассажирский лайнер или старинное парусное судно. Свой мини-флот создают поэтапно. От бумажного кораблика к скоростной модели. Даже чемпионы начинают с простейших материалов. Это обычная потолочная плитка, корпус для вот такого бронекатера. Сейчас я, новичок в моделировании, попробую собрать корпус и два борта и даже поставлю судно на воду. Не по морским, но тоже по волнам. Поплыл! 500 метров и судомоделисты ловят волну и встречный ветер на искусственном водоеме. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Плывут не просто на скорость, а тачивают маневренность, чтобы не задеть буйки. Электрокоманды отдают с берега. Я пытаюсь ветер поймать. Успешно? Ну да. О, поймал. Нет, не поймал, потерял. На яхтах думать надо, подставлять под ветер. Юные судомоделисты из Вилейки работают по международным стандартам. Во всем мире этот вид спорта делится на 6 секций, 4 из которых под силу в Виле. Свои корабли не пришвартовывают на зиму. Соревнования проходят круглогодично. Навигация, рейс, метр, техноспорт уже сейчас подняли паруса и держат чемпионский курс. Александра Гойтен и Николай Лошкевич. Новости Центральный регион. Неделя у родительской любви впервые отпраздновали в нашей стране. Теплый семейный марафон объединил период от дня матери до дня отца. Праздник в честь попновый. В календаре 21 октября теперь особая дата. Концерты и выставки, форумы, фотофлэшмобы, торжества объединили все районы Минской области. Искренние слова благодарности и поздравления звучали, конечно, и в узком семейном кругу. О самых сильных, смелых и любящих Елене Витко. Папа, помоги. Иду. Что у тебя тут? Он и старшему сыну с уроками поможет, и младшим сказку перед сном почитает. Для многодетного отца Андрея Рыбака нет задач со звездочкой. Вместе с супругой Ольгой воспитывают троих детей. Владу 13 лет, Жене 6, а Ильюше почти 3. Папа добрый, строгий к какой-то степени. Когда что-то надо будет, он всегда поможет. Вечером приходит, уже все бегут, прям папа, 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 встречают, рассказывают, как они там день проводили, что делали. Но старается после работы, конечно, время всегда уделить. Андрей очень добросовестный такой, очень. На него можно в любом случае положиться. Мастер на все руки. Все, что надо сделать, все сам, все сам. Что не умеет, то почитает, научится. Детей очень любит, старается. Ну, такой вот хороший отец, я могу сказать. Старается чему-то научить полезному. Для своей семьи он главный супергерой. Среди сверхспособностей, например, трудолюбие и врожденный талант быть папой. По профессии водителя в жизни приходится быть и поваром, коронное блюдо, блинчики с начинкой, и прорабом. Во время ремонта квартиры Андрей и дизайнер, и плиточник, и штукатур. Так, Влад, смотри, мы сейчас будем замешивать шпаклевку и шпаклевать от косы. Так, на литр воды берем килограмм шпаклевки и размешиваем, ну, чтобы не сильно редкая и не сильно густая была. Новоселье в трехкомнатной квартире семья рыбак отпраздновала всего два месяца назад. Из Минска переехали в Несвеж. Мечта о собственном жилье сбылась благодаря 240-му указу. В основном мечта надо делать ремонт, обустроить свое семейное гнездышко, купить все еще, мебель необходимую, все, что для комфорта, для комфортной жизни. Ну, не знаю, о чем еще можно мечтать, мечтать, все хорошо. Потихоньку, потихоньку, вот, свое. Если подумать или вспомнить, как это все ремонтировалось, делалось, конечно, да, свое есть свое. У меня цель сделать детскую комнату, потолки уже потом. Мечты, мечты, а хочу минивэна. Большая семья, поэтому мало места в универсале. С собственными квадратами многодетная семья бы завелась в новом микрорайоне. Детские сады, школа, магазины, вся инфраструктура здесь шаговой доступности. Любят рыбаки и порыбачить, выезжают с пикниками на природу, путешествуют. Уже и в Несвеже изучили все достовременчательности. Главная цель – провести время вместе. При этом старается папа Андрей давать супруге выходной. На прогулки часто ходят брутальной компанией. Мне бы как папе хотелось, чтобы мои дети, конечно, учились хорошо. Деток я хочу увидеть, конечно, веселыми, здоровыми. Самое главное, хочется, чтобы дети знали, что такое праздник не только мамы, а праздники папы. Ну, как-то приятно, что есть такой праздник. Поддерживать традиции, воспитать счастливых детей и быть примером, чтобы заложить фундамент крепкой семьи, Андрей Рыбак недавно присоединился к гильдии отцов. Это общественное объединение в нашей стране – лишь одно из тех, что несут особую миссию. Работают папа-школы и мужские форумы, семейные клубы. Это больше, чем тренд. Елена Витко и Дмитрий Чумак. Новости. Центральный регион. Ну что ж, на этом мы завершаем наш выпуск. Самые интересные и важные жизни Центрального региона покажем вам и в следующее воскресенье, сразу после полуденного информационного выпуска. Следить за проектом новости «Центральный регион» можно также на сайте tvr.by и YouTube-канале агентства теленовостей. Ну а сейчас всего хорошего и до встречи.